я просто немножко туповат я тебе уж лучше тебе она объяснит все чё там как там например вот эти все фильмы где альфа че показаны там типа вот цикл фильмов был целая эпоха бюс ли я смотрел все детство джеки чан бюс ли в основном это ладно там хороший был момент где один чел на фильме остров дракона где один чел там смеялся издевался над другим челом более слабым на вагоне и брюс ли подошел у того который смеялся издевался над более слабым типа типа как-то там пнул как ты или кинул за борт и откричал помогите помогите те ему кинули угорали над ним кинули ему этот ну спасательные тросы тот типа унизился не унижен немножко был вот это хорошее вот так вот вот это вот такие фильмы мы будем снимать когда придем к власти я рофлю щас я больной человек у меня биполярка я всякую дичь несу придем к власти никто не придет к власти здесь путь здесь будет путин править без бесконечно это я тебе точно говорю это как чеширский код он его уже не будет живых но он будет править бесконечно это не оскорбление это личное мнение я беру свои слова назад не надо за мной приезжает пожалуйста путь путин будет править долго потому что он может жить он очень крутой он может жить 100 больше 100 лет 140 160 хоть 200 лет нормально это наоборот комплимент такое здоровье иметь то есть технологии сейчас настолько развиты что но могут голос и на видео подделать любого человека там поставить короче член тана член тану вот это я помню шел с учебы училище с уриковского там сидели две девушки легкого поведения одна из них более культурная оккультуренная другая не было не очень культурная но они все красивые были я все присел к ним но они меня там знаю немного и короче не что заказали там одна спанчбоба любил и общение прямо еще хорошего это на спанчбобе другая там еще кого-то короче смысл в том что когда я рассказала иск по член то член то она стала петь сказал кто такой член тана я знал моими просто не помнил не то пофиг на этого член тана абсолютно пофиг мне вообще он не интересен она такая сразу она так оскорбилась этим ты не знаешь кто такой член член то она нет не знаю мне пофиг вообще на него это какой-то альфач там я посмотрел фильм про него я смотрел фильм 6 в детстве про него потом снова посмотрел и понял вот эти вот все брат 2 член то на терминатор там еще какой-нибудь этот жан-клод ван дам там я его не смотрел там многие смотрели все вот эти вот супергерои короче тогдашнего 90-х годов тик на крутой настоящий альфач мужик это все полная брехня это все это все возглавили противоположные силы давно уже используются против мужчин все полная фигня также тезис такой что все мужчины важны и каждый нужен не не нужно не нужно чтобы все были мужчины альфачами потому что они все будут они все в этом к вырождению придет если все будут альфачами все будут отбирать ресурсы нужно чтобы были разные мужчины и все должны друг другу относиться с уважением потому что все нужны мужчины разные типы и спокойный добрый и тот который как мой отец там сдувает пылинку в огороде с вздувает мушку чтобы она выжила и альфачку нужен но не должно быть чтоб все альфачи все мужчины равнялись на этих альфачей и само деление альфачей на и не альфачей это дегенеративно на мой взгляд субъективно это ложное учение и когда мы придем к власти мы будем лжеучения эти преследовать я жучу не не пойдем не будет такого да это просто угар короче это все ложные глупые немножко это все давно не актуально для женщины без разницы кто-то альфач или не альфач из-то альфач она больше с тебя может поиметь если ты не альфач тоже что-то поимеет но все равно степь что-то поимеет из-то альфач ты затратил короче ты просто как расходным это другая уже тема я немножко забыл теорию я просто давно не слушаю этих токсичных блогеров короче все это брехня альфачи эти или не альфачи это тупость им ху и не только мое мнение это тупость полную так вот делить постоянно это полная тупость это разделение разделяет нас хотя бы уже об этом подумай так еще и нарисовал до замок и и и и и и и и и Самое главное это то, что я вывел урок, какой жизненный принцип понял и на уровне глобальном, что государству выгодно, чтобы мужчины друг с другом дрались. Это показано во всех фильмах, как они друг друга бьют, унижают. Это сразу тебе дает понять, что государство выгодно. Особенно они напиваются и это государству выгодно. Если я вернулся назад и был чел, он мне написал гадости по поводу девушки, я сказал, ты не видел мою девушку, она ушла, ты с ней до этого был, с друзьями, типа вы друзья, что такое, какая-то фигня. И он стал меня унижать, типа может быть она не хочет с тобой быть, короче всякую дичь писать, короче непонятную. Короче он стал как петушок, петушиться там. Я ему на вы, он мне на ты, то есть вот нужно было простить его и просто не реагировать, понять, что это просто больной системой человек, которого воспитали, быть настоящим мужиком, толбоебом, драться, унижать другого мужчину и дальше не надо было с ним на стрелку ехать там со своей девушкой и устраивать всю эту фигню, полная дичь. Субтитры сделал DimaTorzok